Подарки воспитанникам приюта в День защиты детей сделала фирма Хаги Павладар. Благодаря спонсорам у ребят появился спортивный инвентарь для уличных игр. Кроме того, сотрудники компании поздравили мальчика, страдающего аутизмом, и подарили курс реабилитации. Карантин из-за коронавируса с интернатов еще не снят. Поэтому 1 июня в региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в этом году отметят без гостей. Посетителям нельзя входить даже на территорию. Однако компания во главе с генеральным директором Георгом Шпейзером все равно решила поздравить ребят, сделать праздник ярче. Подарки передали через сотрудников. Велосипеды, самокаты, скейты, мячи – все для активного и полезного досуга. На данный момент здесь 70 воспитанников от 3 до 18 лет. Это мальчики и девочки, оставшиеся без попечения родителей или подвергшиеся жестокому обращению. Находятся в центре временно. Радость и заботу запомнят надолго. В этот замечательный день нас пришли поздравить представители строительной компании «Хаги Павлодар». Мы выражаем им признательность, благодарность за то, что они уделили внимание, заботу по отношению наших детей. Мы стараемся, чтобы наши дети максимально пребывали на улице, на свежем воздухе. И здоровый образ жизни является важным направлением в воспитательной системе нашего центра. Ленару 7 лет. Он особенный ребенок. Хотя сразу это незаметно, у мальчика аутизм. Воспитывают его мама и бабушка. Сладостями ребенка не слишком балуют. Торт и конфеты сегодня вызвали непередаваемые эмоции. Я хочу выразить большую благодарность за поздравления Георгу Шпейзеру и компании «Хаги». За предоставленные подарки, возможность заниматься, двигаться дальше к нашей цели – выздоровление. Я очень рада, что в городе есть такие прекрасные компании, которые помогают детям быть чуточку счастливыми. И всем желаю всего самого хорошего. Оздоровление ребенка требует больших вложений. Свою лепту внесла компания «Хаги Павлодар». Главные подарки для Ленара сегодня – сертификат в бассейн, который был не по карману семье. И недостающая сумма, чтобы при первой возможности выехать на реабилитацию в Алматы. Александра Петрова, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирвиз».